Сборная журналистов по баскетболу Товарищеский поединок с журналистами – первый в серии товарищеских игр, которые идут перед официальными встречами. Кстати, сопротивление профессиональных баскетболистов и журналистов-любителей игры с мячом проводят впервые. Это общение. Важно, чтобы ваш цех с нашим цехом пообщались непосредственно на площадке, поговорили, почувствовали друг друга, задали те вопросы, которые, может быть, вас глубже интересуют, даже о которых вы не сможете писать, но будете понимать смысл. Того, что творится в головах у этих ребят. А вот что творилось у нас в голове перед игрой, сказать сложно. Однако, тактика у нас была, и мы ее придерживались. За счет этого искренне верили, что мы можем выиграть. Сегодня мы победим точно не за счет техники, не за счет роста, не за счет наших умений и точности, но за счет смекалки и сноровки. Пусть и нам обещали главного тренера БК Барнул, что он нам даст тактику, но он сейчас на их стороне остался все равно. Мы все равно что-нибудь придумаем. Я думаю, мы можем только проиграть. Классно, что мы играем, классно, что, может быть, чему-то мы научимся у игроков. И, надеюсь, чему-то научатся они, потому что они посмотрят, скажут, блин, как классно журналисты играют в баскетбол в Барнауле. Значит, наверное, будем и мы стараться играть еще лучше. Сама ирония. То, на чем держалась эта игра. Ну, кроме спортивного азарта, пободаться с профессиональными игроками. То, что нас обойдут специальными маневрами и выработанными привычками, мы рассчитывали. Обиднее было, знаете, когда мяч отбирали, не прикладывая усилий. Начало встречи осталось за более сыгранными и мастеровитыми хозяевами БК Барнаул. Однако команда СМИ смогла не отпустить соперников далеко вперед. Не будем утверждать, что соперники поддавались, но первая половина прошла в равной борьбе с красивыми атаками у одних и не всегда успешными подходами к кольцу у других. Нашей команде не хватает бюджета просто. Ну, сравните нас и их. Ход матча напоминал качели, но сама игра была увлекательной. Директор клуба и статуса игрока перешел на роль судьи. Юный болельщик помогал команде мастеров забить гол. В общем, все то, что вы не увидите на профессиональных играх. Приходите посмотреть к нам. Есть тактика, и мы ее придерживаемся. Кидаем, а там как пойдет. В конце встречи сборная журналистов, приложив усилия и желание при участии своих людей со свистком и проверенной тактики «бей вперед, игра придет», на последних минутах вырвалась вперед. А затем вышла оборонять лидерство всем составом, но не вышла. Итог, красивая ничья 77-77. Каждый, кто был на паркете, надеется, что эти сражения станут традиционными. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком.